Из-за плохих погодных условий на протяжении нескольких дней в окружную столицу и населенные пункты округа сложно было попасть и авиатранспортом. Например, пассажиры рейса Сыктывкар-Ныр-Янмар добирались в пункт назначения три дня. При этом авиаперевозчик компания «Руслайн» устроила своим клиентам настоящее турне по нескольким городам России. Прямо сейчас расскажем, чем и когда закончились приключения путешественников по неволе. С которой попытки этот рейс долетел таки до пункта назначения, сбились со счета уже даже сами пассажиры. На лицах прибывших в Ныр-Янмар улыбки. Со вздохом облегчения они забирают свой багаж и отправляются домой. С Сыктывкаром мы оказались в Архангельске. В Архангельске сидели, ночевали, предоставили гостиницу, накормили, напоили. Как говорится, спать уложили. Ночью увезли нас в Екатеринбург. Сутки провели в Екатеринбурге. Сегодня утром с Екатеринбурга прилетели в Ныр-Янмар, покружили полчасика, улетели обратно в Архангельск. Там часик побыли в аэропорту и вот благополучно появились мы дома здесь через три дня. Началась эта эпопея рейса 7Р259 Сыктывкар-Ныр-Янмар 8 числа, то бишь позавчера, в 7 часов 35 минут утра. Этим же рейсом из Сыктывкара в Ныр-Янмар летел и наш коллега, журналист Михаил Веселов. Говорит, тем утром ничего не предвещало казусные ситуации. Крылатая машина покинула аэропорт столицы республики Коми ровно по расписанию. Приключения начались при подлёте к Ныр-Янмару. Из-за бокового ветра самолёт авиакомпании «Руслайн» не смог приземлиться в пункте назначения и был перенаправлен на запасной аэропорт. Самолёт отправили в Архангельск. И вот что-то тогда мне подсказала, интуиция, наверное, что этим всё не завершится. Нас проинформировали, что далее самолёт полетит в город Екатеринбург, чтобы затем из Екатеринбурга вернуться в Ныр-Янмар. Длилось это очень долго. В конце концов, людей, остальных пассажиров уже без меня. Я решил мне лететь на этом самолёте и купил билет на лейт-другой авиакомпании. Это обошлось мне в 13 тысяч. Это достаточно дорого. И мне их, конечно, никто не возместит. Михаил намерен скооперироваться с другими пассажирами и подать на авиакомпанию в суд иск о возмещении морального вреда. Понятно, что северная погода – штука непредсказуемая. В этой ситуации Михаила больше всего возмутило не это. Мужчины считают, что у авиакомпании явные проблемы в части работы с клиентами. Что меня в этой истории больше всего, скажем так, озадачивает и возмущает. 8 числа я делал попытку дозвониться до кого-нибудь из должностных лиц авиакомпании «Руслайн». Порядка 10 звонков. Десятиминутное прослушивание музыки. Где-то раз на десятый мне ответил юноша, который представил себе Максим, добавочный номер 15-14. Но и Максим ничем не смог помочь. Остается только посочувствовать тем, кто не смог вовремя вернуться домой с новогодних каникул. Ни погода, ни погоде рознь. Если бомбардье, тип самолета, эксплуатируемого авиакомпания «Руслайн», при погодных условиях двух предыдущих дней не мог совершить посадку в аэропорту Нарьинмара, то боинги, используемые другими авиаперевозчиками, приспокойные в срок приземлялись на взлетно-посадочную полосу. И это не первый случай, когда самолеты «Руслайна» не могут сесть в воздушной гавани окружной столицы из-за погодных условий. Вспомнить хотя бы конец прошлого года. Я сам летаю, я понимаю, как командиры принимают решения. Тут важно не быть авантюристом, не летать на неисправных воздушных судах, не летать в плохую погоду. Да, при деле значения, допустим, ветра по боковой составляющей у Боинга гораздо выше, чем у бомбардировых сотов, на котором летает «Руслайн». Надо сказать, регулярно задерживались рейсы «Руслайна» в прошлом году не только из-за погодных условий, но и по техническим причинам. За низкую стоимость перелета за счет федерального субсидирования пассажирам приходилось платить собственным терпением и потраченным впустую временем. Впрочем, это никого не останавливало. Рост пассажира потока в Ненецком округе из-за дешевых билетов увеличился в прошлом году на 12%. В этом году компания «Руслайн» будет осуществлять рейсы только в Уфу, Перми, Екатеринбург, Сыктывкар и Киров. Рейсы в Архангельск, Санкт-Петербург и Москву будут осуществляться другими авиаперевозчиками на типе воздушного судна «Боинг». Ну а история полета длиной в три дня чем-то напомнила нам советскую кинокартину «Невероятные приключения итальянцев в России». Я ненавижу самолет, ненавижу летать, меня укачивает. Вы еще пожалеете, я найду на вас право.